Значит, тема с уклоном к психологию, то есть тема сознания, но с уклоном к психологии, то есть я попытаюсь разобрать некоторые последние эксперименты, проводимые психологами по изучению психики, но с привязкой к философии сознания, то есть к философии. Но заранее предупреждаю, что давайте не будем спорить по-философски, там, сущность, существование или еще что-то, и какие-то тонкости, как у нас было в прошлый раз по определению сознания, а сосредоточиться именно, может быть, на больше психологических моментах. Значит, основная идея, о чем я думал и что хочу обсудить, что же управляет нашей психикой. То есть есть две противоположные точки зрения, возможные две противоположные точки зрения. Скажем, можно представить, что есть набор данных, поток данных на рецепторы и поток информации внешнего мира, который есть, объективной реальности. Вот он поступает, мы это все обрабатываем и по каким-то алгоритмам действуем, согласно поступившим сигналам извне. При этом это на основе вот этого взгляда и сформулировал Чарльз свою проблему, трудную проблему сознания, а зачем же нам тогда вообще эта картинка перед глазами, сознание? То есть если есть некий прибор, на него поступают внешние данные, он их перерабатывает и как-то действует. И сама картинка, оказывается, не нужна. То есть это эпифеномен. И другая точка зрения. А вот что перед нами вот сейчас? Вот это картинка, вот это феномен. И мы действуем согласно не поступающим внешним данным каким-то, а согласно вот этой картинке, которую мы себе построили. И вот на этой грани я попытаюсь сейчас привести несколько экспериментов, которые проводили психологи, чтобы как-то разобраться между двумя этими картинками. Ну, скажем, даже элементарно, вот я совершил какое-то действие, да? То есть я, ну сейчас я не видел, конечно, там чертика, но в принципе человек, когда видит этого чертика... Честно говоря, я думал про насекомое. Почему чертик? Нет, вот человек видит чертика, совершает целенаправленное действие, но мы понимаем, что чего на вход ему не поступает. Так, это внутренняя его картинка. Просто где вход, понимаете? Нет, здесь мы говорим о рецепторах чисто. То есть вот есть материалистическая, редукционистская концепция. Вот на рецепторы поступило, все, зрительные, слуховые, тактильные, вот это вот. Ну хорошо, но там же как бы чисто материалистический может быть сбой в процессе, да? И какие-то сигналы? Да, здесь есть, значит, концепция материалистическая такая, что если кто-то видит не то, или если несколько человек видит разное, то причина – сбой. Никак иначе не объясняется, что у нас просто по-разному устроены зрения, по-разному устроен слух, по-разному все устроено, поэтому и ответ – ну сбой. Ну вот, и это еще порождает традиционную проблему, что каждый-то думает, что у него сбоя нет, он-то видит реальность, а когда другой говорит, там другое, он говорит – ты, вот, не научился ты, не умеешь, неправильно ты видишь, плохо думаешь, больной. Вот, ну это ладно, мы эту тему не обсуждаем. Вот, значит, казалось бы, у нас есть несколько примеров на поверхности, когда человек действует без сознания. Наиболее яркий ломантизм, да? Он идет, он вне сознания и действует более точно во многих случаях. То есть по карнизу может пройти, то есть его действует точное, целенаправленное. Другой пример – алкоголик, да. То есть набился до такого состояния потери сознания, но в принципе он функционирует. На автопилоте. На автопилоте. И наверняка со многими бывают случаи, что ну вот потерял ты сознание, ну, не помнишь. Но при этом на утро будешь спрашивать, даже никто, может, и не заметил. Да. Нет, у меня было, да. Было очень, очень интересный случай в студенческие годы, когда там эксперименты разные, это, 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 праздник, 9 мая, день рождения приятеля. И вдруг я чувствовал удар по голове. Открывая глаза, темно. Темно. И где-то вдалеке, вдалеке, маленькая точка света там. Я думаю, ну все, приехали. Вот, потом чувствую, кто-то мне в зад толкает. А, и сверху вот так вот, в подбилок. Вот. Я так пробираюсь, пробираюсь, мы передо мной тоже чей-то зад. Оказывается, мы выходим на крышу общежития смотреть салют. Ничего себе. Вот. И от удара головой, я, значит, ко мне вернул сознание. Ну, до этого я же дошел, поднялся, все. То есть, другое. Ну, это как бы здесь то, что человек... А есть мнение, что в этот момент инопланетяне все реальность в вашу оболозу туда. Давайте все-таки оставим. Здесь есть такой момент, объясняющий лунатизм и потери сознания от алкогольного отравления или наркотического, что, в принципе, человек находится в сознании, но он просто забывает. Есть такой момент. Можно себе представить, что он, в принципе, я говорил, я был в сознании, и все, но просто я забыл. Тем более, что феномен такой, как бы, короткой памяти, забывания, вот такого, потери краткосрочной памяти, он присутствует. Есть люди, которые там, действительно, не помнят, чтобы... Ну, да, ну, поверьте, да, да, да. Это может тоже сегодня вернемся, это есть такие эксперименты. Тоже, вот, важно в этот момент, тоже важен для нашего разговора. Но есть еще один очень интересный эксперимент, который проводят гипнотизеры, который позволяет нам усомниться вот этой трактовке, что... В памяти, что он просто не помнит в сознании, но не помнит. Значит, часто проводят такое, что говорят, что человеку, что вот... внушают гипнотическим состоянием, что ты не видишь телефон. Ты не знаешь, что такое телефон, в принципе, все. И он продолжает общаться, то есть его... Даже в гипнотической... не в лугом гипнозе, а в том, что он может общаться вот с людьми, и все, он выходит, и все. И что бы он ни говорил про телефон, он вообще не слышит. Не понимает вообще, что... Сейчас внушают, что вот он не знает, что такое курева. Он посмотрит, что это, какие-то палочки, что такое зажигалка, что это такое. Он вообще не понимает, что это. А бывает внушают, что он даже не видит. И вот проводит такой спирт, лежат тут лыжи вперед стола. Его спрашивают, что ты видишь на столе? Он говорит, то, то, там, микрофон, компьютер, все. Лыжи не называет. Но при этом, обходя вокруг стола, он не натыкается на лыжи. Он под любыми способами обходит. То есть не так, чтобы вот он... А, это что тут? То есть он везет себя совершенно нормально. Нормально. Ну, как-то отвлекается чуть-чуть, все, и вернулся к столу. Либо, скажем, ситуация, когда ему внушают, что человека не видит. Какого-то, да, вот находящего здесь в комнате. И он тоже, он слышит звук. Не понимает, откуда этот звук, но подходя к нему, он не пытается через него пройти. То есть данные поступают, визуальные, но в сознание они не проникают. Вернее, не отражаются в картинке, вверх, в глаза. Сознание. А, давайте так. Словом сознание я буду говорить то, что теряется, когда мы теряем сознание. То есть есть два смысла слова сознания, которые практикуются довольно так. Это сознание как общая психика. Общая психика. И сознание именно как картинка, как поле, как пространство, как то, что мне доносит здесь и сейчас. То есть когда я теряю сознание, то есть я вот теряю эту картинку. И, скажем, когда говорят, что он был в бессознательном состоянии, алкоголик, да, то это говорит, или я был в бессознательном состоянии. Это не то, что он потерял психику и лежал как бревно, да, а то, что он, нет картинки у него этой, по крайней мере памяти нет об этой картинке. И здесь пациент находится в сознании, у него картинка сознательная есть, но в этой картинке, в сознании, в его сознании нет этого предмета. И вообще он не имеет понятия об этом предмете, там потом, когда... Подождите, но если бы не было в сознании, тогда бы он просто бы шел прямо на лыжи, натыкался бы, падал, и так далее. Нет, нет, опять же, в картинке у него нет, сознание, слово сознание называют его картинку. Я же говорю, поэтому не было в картинке. А вот в том-то и дело, картинки нет, но ведет он себя так, что он никогда не натыкается. Ну, он говорит, что лыж нет в картинке. И он не видит. И вот, когда его вернут... Нет, он видит палки, и он не слышит, просто вообще ничего не видит. Он вообще ничего не видит. Нет, на это мы выводы делаем. Ну, это не смотря. Нет, 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 нет. Он все рассказывает, что он видит на столе. То есть есть ситуация, когда внушают, что не знаешь про курева, он видит, скажем, предмет, но не знает, что это за предмет. А здесь ему внушили, что он не видит этого лыжи. Не видит. Или как внушают, что он не видит человека. То есть, это вот множество, я почитал сейчас данных, что там ситуация была, что человек с человеком работали, психолог работал под гипнозом, а приятель его попросил посмотреть. И чтобы он не отвлекал, он внушил этому, что ты не видишь его. На самом деле, здесь можно остановиться на секунду. Да. Ведь заметьте, вот если ему внушают, что он не знает, что такое сигареты, и там, допустим, то тут все понятно. Тут понятно, да. Если же ему внушают, что ты не видишь этого человека, то это как бы, ну, здесь есть какой-то парадокс и противоречие. Потому что, чтобы как бы это внушение работало, он должен его видеть. Причем он должен все время увидеть. Он, ну, как бы, то есть, ты не видишь этого человека, да? Он должен все время удерживать, как бы, в каком-то смысле этого человека. И запрещать и увидеть. Да, и запрещать. То есть, иначе запрет перестанет работать. Но если входит кто-то третий, да, понимаете? Его нужно. Он третьего увидит. Если как бы этот пропадет из поля зрения в каком-то смысле, как тот, кого нельзя видеть, запрет требует, чтобы присутствовало именно в сознании то, что запрещено. То есть оно присутствует как запрещенное, но присутствует. Давайте терминологически все-таки говорить. Мы говорим сознание, вот дальше пойдут еще другие эксперименты. Мысли мы поймите, что... Я понял, сейчас я отвечу. Я отвечу. В сознании, в картинке, в сознании, в поле этого человека нет. То, что естественно... Здесь нужно четко различать. То, что он его видит и знает, что это Вася его приятель. Но ему запрещено видеть Васю. В картинке нет, но он его видит. Данные поступают, он на него не наталкивается. Лыжи, лыжи. Данные о лыжах поступают. Но он лыж не видит, в сознании нет. Он не признает это существующее. Да вообще. Ну он обходит. Он обходит. Но он не такая... Перечислите, что вы видите на столе. Просто ничего удивительного в том, что он обходит, я не хочу сказать нет. Потому что эти лыжи, они присутствуют так или иначе, как запрещенные. Нет, стоп, 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 стоп. Александр, если бы они не присутствовали, ему ничего не запрещают. Антон, стойте, стойте. Я говорю о четкости терминологии. Присутствуют где? Где? В поле? Нет, не присутствуют. Просто присутствуют как лифтам запрещено. Нет, в сознании не присутствуют. Понимаете, вот то, что нам дано, оно не дано. Давайте, подождите. Здесь нужно четко различать. Вот я предлагаю четко различить. Вот для нас, для последующего обсуждения, нужно четко различить две вещи. Это вот данные, поступающие на рецепторы, и картинка сознания, которая строится. Это разные вещи, совершенно разные, не физические. Чтобы запретить себе, или чтобы кто-то мне запретил, чтобы я что-то видел, это должно быть мне дано не просто как данные, а это именно должно быть объектом в картинке, именно объектом. Потому что запретить можно только объект, невозможно запретить данные. Боже, я полностью согласен с вами. Но вопрос стоит в том, что нельзя говорить, что это лишь сознание. И чтобы запретом удерживался. Это ясно. Это ясно. Я говорю о том, что нельзя говорить, что этот человек присутствует в сознании. Нельзя говорить, что он ниже присутствует в сознании. На завтра, выйдя, скажем, выйдя из гипнотического состояния, он не вспомнит, что он видел лыжи. Он не вспомнит этого человека. Если специально не проведут, скажем так, вот есть такие гипнотические тоже состояния, что человек проходит по коридору, поднимается там по лестнице, все, спрашивают, сколько было ступенек? Было у него в сознании эти ступени, он мог вообще как-то смотреть, вот никак. Но когда его специально, с данными поступили, данные у него были, и с ним можно провести работу, он с карточкой 35 ступенек. То есть под гипнозом можно вспомнить то, чего не было в сознании. Но данные, то есть нужно различать, что данные поступают неперывно, они обрабатываются, но не выходят на уровень сознания. То есть их нет в сознании. В мозге есть, мозг есть. В нейронах они запечатлены, то есть я правильно, есть нейрон, связанный с этим человеком. Вот нейрон бабушки, нейрон Монро, поговорим еще об этом, знаете, что это такое, да? А, значит еще один, значит, поговорим. Нейрон, который фиксирует то, что приятель был, нейрон, что лыжи здесь есть, есть. Но в сознании нет. То есть он отключается, блокируется? Блокируется, в сознании нет. Здесь просто еще есть вопрос, как мы можем удостовериться, что у него в сознании нет, кроме как, по его гипотезе, что это так. Это же одежда не было в урок, ну скажем так, Блак, когда мы, вот насколько вы, я говорю, это телефон, я вижу телефон, на нем написано то-то, да? Вы мне тоже, ну верите или не верите, что это, ну как бы, тоже гипотеза, да? Что это присутствует. Что это присутствует. Это такая же гипотеза, я говорю, что, а вот здесь лежит, скажем, еще книжка, а я говорю, а здесь книжки нет. Книжки здесь нет. Это такая же гипотеза, что телефон есть. Он сам утверждает, что лыж нет. Он сам утверждает, что лыж нет. Нет, просто другая гипотеза говорит о том, что действительно объект может быть запрещенным. Да, так это и запрещен. Но он есть в сознании. Нет, опять, Блак, давайте четко, нет, картинка, нет, картинка, нет, нет, картинка, это то, о чем мы даем отчет. О сознании мы всегда даем отчет. Вот я даю отчет, что я сейчас вижу здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть человек. Я хочу переформулировать, Дубулат, наверное, хочет сказать следующее, что одно дело, когда нам человек говорит, что я здесь кроме того всего ничего не вижу, то есть иными словами лыж не вижу, он может действительно не видеть этого, а может видеть, но запрет может работать на уровне высказывания, на уровне озвучивания. Ну это очень сложно, это достаточно сложно, потому что все остальные там опыты подсказывают, что нет, это не на уровне, не на речевом уровне, вот, то есть вот это короткое, вот это просто, видите, то есть это тогда он действительно галлюцинирует, получается, вот в каком-то смысле, да? А ведь, ну, в нашей реальной жизни очень многие вот так вот не видят именно ничего. Сейчас поедем дальше. Да, 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 вот сейчас мы поедем дальше. Ну, политики там тоже. Ну, да, да, да. Метод, все. То есть, есть для того, чтобы подтвердить факт, что поступающие данные в сознание, это две разные вещи, проводились, значит, такие эксперименты. Людям иногда для облегчения психической болезни, когда в шизофрении разрезают два полушария, да, и они тогда видят картинки раздельки, то есть могут смотреть либо правую, либо левую, то есть одна отражается в одно полушарии, в другое. То есть, если человеку с таким, с разрезанными полушариями на экране монитора поместить две картинки, он видит только одну. Ну, не будем обсуждать, это просто такой такой проводится. На одной картинке, значит, курица, на другой картинке снежный пейзаж. Его спрашивают, что ты видишь, курицу. Там он не может сказать, у него отрезанное речевое, да. Подбери две картинки соответствующие. Он кладет ножку курицы к одной, на которой лопату. Ну, почему-то лопату. Ну, за курицей нужно убирать в курятнике, вот, то есть он не может даже связать, он не может понять. То есть данные о снежном пейзаже к нему пришли, картинки его нет, и ассоциации он делает. И очень много таких тоже. Пытается объяснить, да, самостоятельно. Пытается объяснить. И вот тоже ситуация бывает у людей, у которых две минуты памяти. Он подходит к окну, смотрит, зачем он подошел к окну? А, тут кот пробежал, там, или еще что-то. То есть он забывает, зачем он подошел к окну. Но он всегда объяснит, почему он согласованную картинку себе построит. Очень интересный эксперимент их в конце прошлого века проводил Левин с группой разных людей, и там потом повторяли. Это слепота по невниманию, слепота к изменениям и слепота к выбору. Это вот касается нормального состояния человека, не гипнотического, не лунатизм, не алкоголик. Снимают ролик в ролике. Во время смены кадров меняется что-то там. Шарф, цвет тарелок, положение вещей. Дает людям смотреть, процентов 60-70 не видит изменения. Вырывают, да, нормально, все в порядке, все в порядке. Потом показывают, да, вот шарф пропал. Да, ой, странно, как-то вот не видят этих изменений. То есть поступают. Понятно, что данные все поступают. Но здесь назвали слепота по невниманию. Я бы назвал это наоборот, слепота по вниманию. То есть человек настолько внимательно на что-то смотрит, за разговором следил, что не замечает каких-то вещей. Можно просто воспринимать смысл ролика. Да, 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 да. Самый яркий пример, который Левин, значит, это известный, это с Горилой. Наверное, слышали. Значит, ситуация такая. В помещении две группы людей в темном светлом с мячом выходят и начинают пасовать светлые, светлым мячик кидают. Черный, черный мячик кидают. И пускают этот ролик и спрашивают людей, которые смотрят, почитайте, пожалуйста, сколько раз кинули друг другу. Значит, они считают, все, говорят, 16 раз кинули. Черный, не белый, белый, так сказать. Белый кинули друг другу 16 раз. Что-нибудь заметили? Нет, ничего не заметили. Во время этого съемки в центре группы выходит человек в костюме Гориллы стучит себя кулаками по груди и уходит. А еще один из группы, за которых не следили, вообще ушел со сцены. То есть вот как карманики работают, привлекают. Да, да, да. Так вот, и самое, что интересное, когда анализируется, современные уже эксперименты проводились более точно, анализируют движения глаз наблюдающих, что они замечали. То есть там видно, что вот фигура, 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 фигура. То есть можно видеть, что они про пустоту не смотрят, а вот какие точки они смотрят. Когда в центр смотрели, когда там Горилла была. И я не нашел подтверждения, только со слуха это слышал, что, то есть в печати нигде, что и когда вы вживляли, ну в смысле энцефалограмму там тоже какую-то делали, все там и артели, что тоже, что данные о Горилле поступают. То есть фиксировано. То есть на уровне нейрона, на уровне нейронов, которые, скажем, опять же потом поговорим о нейроне бабушки, на уровне нейронов фиксировалось. Но в сознании нет, в картинке этого нет. Потом проводили эксперимент слуховой такой. То есть в комнату запускают несколько людей, записывают разговоры женщин между женщинами, между мужчинами, и по испытуемому просит тоже слушать, четко запомнить разговоры между собой. И в это время в комнату запускали мужчину, который говорил, я Горилла, я Горилла, проходил мимо комнаты, и всех спрашивают, что они ничего не слышали. Хотя потом, когда услышали, да, действительно слышно. И был эксперимент с Гориллой тоже. Потом говорили, вот Горилла. Ой, точно Горилла, ой, как-то не заметили. А больше ничего не заметили. Занамес был. Желтый переменялся на красный в это время. Это как бы слепота по невниманию. Потом слепота к изменению. Это я его тоже говорю. Очень интересная слепота к изменению эксперимента. Значит, начальные были такие, что кадр снимает, сидит мужчина за компьютером, то раздается звонок телефонный. Он встает, идет к телефону, видно, что он выходит в коридор, снимает трубку, говорит, кладет трубку, возвращается к себе на рабочее место. Все смотрят, ну все смотрят. Это что, ничего, все нормально, все нормально. Потом смотрят, а снимался, вставал один актер, а ушел другой. Практически никто не замечал. То есть, всегда, конечно, кто-то замечает. Но процент явно не средний. Там около половины, то есть 40 процентов, 30, 60, в разных ситуациях, но все равно есть огромное количество людей достаточно статистически. То есть, я не привожу здесь цифры. Или более интересный эксперимент, уже тоже из современных, подходит человек на улице, к прохожему, как мне пройти туда-сюда, там все это, начинает ему объяснять. Тут идут мужики, они несут дверь какую-то, там, как лист картона проносят, и между ними они говорят, ой, прожешите, разрешите, это пропошли. И в это время меняется человек, которому... И тот продолжает, не замечая, объяснять ему, что как дальше пройти. Вот. Самое интересное, это вот то, что психологические, политические вещи, это глухота, внимание к выбору, слепота к выбору. Значит, проводим такие эксперименты, людям дают попарно фотографии женщин и распределите их, какая-то нравится, не нравится, нравится, не нравится. И потом очень незаметно, но так, чтобы он видел, что вот они здесь лежат, эти вот он четко положил, это нравится, меняли их местами. И потом просили, объясни нам, почему ты считаешь вот эти, которые тебе нравятся, нравятся, И он объяснял, вот почему, вот здесь мне нравится поворот головы, здесь у меня волосы, здесь у меня глаза, все это в моем вкусе, это похоже на мою первую жену, это вот на одноклассницу. Вот это трудно поверить. Да, 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 да. Более того, значит, такой эксперимент. Они более-менее хотя бы должны быть похожи, как-то, наверное, подобрали. Нет, там, естественно, не так, чтобы там уродины совсем, ну, более-менее нормальные. Но это еще, это что? Дают человеку опросник в основном социально-политической направленности для выявления его каких-то вот отношений там социально-политических. И он отвечает на вопрос, там, вот так, нравится, да, это да, я за это, там, за казнь, смертную казнь, я против, ну, более-менее такие нейтральные, может быть, не такие вот яркие, которые, да. И когда он пометил, 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 да, случайно меняют на противоположное ему, незаметно для него. И просят, объясните нам, почему вот вы делали этот выбор. И процентов 30-40 людей объясняют полностью, вот, чтобы они сделали этот выбор потому-то, потому-то. Не запомнить, вот, да, да, это эксперименты, это эксперименты, что человек, я объясню почему-то. Он тогда не думает, когда ты отвечаешь. Да, так они и думают. То есть, скажем, имеют свое мнение, такое устойчивое, это, конечно, единица процентов 10, наверное. Большинство, они просто не задумываются на эти вопросы, когда они спрашивают, они выбирают что-то. Это не относится к сознанию, к конформизму. Нет, это относится к сознанию. Почему я объясню, это относится к сознанию. Это относится к сознанию, потому что, и почему, когда вот человек вышел из коридора, из комнаты пошел к коридору, наша способность сохранять единую картинку, сшивать ее. Мы предположим больше, что, то есть, нам важнее вот это движение, проход, и вот что вот эта стопочка, она та же самая. Когда мы отвернулись, вот доска эта, я отвернулся, я повернусь, у меня, как бы, желание, чтобы была та же самая доска. То есть, сшивать свою картину мира, сшивать свое сознание, более сильное желание, чем, как бы, вот какие-то эти вопросы. Так, глухота по вниманию я тоже уже сказал. Есть интересный эффект Макгурка. Макгурка. Это вот, это уже сугубо сознание, именно как формируется наше сознание, не на основе данных поступающих, а на основе какого-то комплексного видения и соблюдения общей картинки. На экране человек, который делает губами вот так вот. Я не произношу, но говорят, га-га-га-га-га. А звук подложен, ба-ба-ба-ба, подложен звук. И вот если, скажем, предыдущие все эксперименты, когда человеку говорят, он начинает видеть, он начинает собрать, а, да, гирил, горил, я увидел, а, да, за него заметил. Так вот, здесь, найдите в интернете эту запись, четко слышно, ба-ба-ба-ба. То есть не да, а, слышно да-да-да-да. То есть среднее что-то слышно. Делает рот га-га-га. Подложено ба-ба-ба. А слышно да-да-да. Вот ты слышишь, смотришь на него, точно слышишь да-да-да. Закрываешь глаза, слышишь ба-ба-ба. Разве если сложить их, получается, разве да, это среднее между ба-ба-ба? Это вопрос не к тому, как это, среднее или среднее, но слышно да. Александр, есть такая гифка, может быть, встречали в интернете, силуэт женщины. Который вращается, да, да. Который может вращаться то в одну сторону, хотя, если посмотреть в раскадровку, то, естественно, она вращается только в одну сторону. Вот в отличие. Может быть, это... Нет, то есть это да, вот это тот эффект, который мы на основе... То есть это еще один. Но в отличие, скажем, от этого эффекта Макгурга, здесь сознательно невозможно услышать ба-ба-ба. Вот я сколько, я смотрю, я его включаю, смотрю, слышу да-да-да. Закрываю глаза, включаю, слышу га-га-га. Затыкая уши, смотрю, смотри, о нет, да-да. Ну, в общем, издаваться нельзя, то есть настолько губы... Нет, но если вы закрываете глаза, по идее, вы должны услышать. Нет, я закрываю глаза, я слышу ба-ба-ба. Открываю глаза, я слышу да-да-да. То есть вот настолько воздействия какие-то... То есть насколько искажаются четкие звуковые данные для согласования картинки. Может, они просто накладываются на другую? Нет, ну как только одна картинка, звук-то один идет. Ну, звук и, грубо говоря, зрительное раздражение и слуховое, грубо говоря, накладываются слоями друг на друга. Они накладываются. То есть если накладывались звук и звук, то есть было понятно, что я... А здесь звук-то идет один. Ну, здесь нет раздражения, потому что в итоге мы проверку произведем именно по звуку. Да. Мы как бы не говорим, какие... И получается, что наша картинка, вот наша картинка, и сознательная, которую мы видим, она очень так, начиная с чертика, да, строится на очень каких-то, особенно социальная картинка, социальные какие-то данные, которые... Что увидят два человека разного социального уровня, политическая ориентация, религиозная ориентация в одном и том же и услышат? Очень разное. То есть вот сферирование картинки из поступающих данных очень неоднозначно, очень неоднозначно. И чаще выбор делается в пользу, то есть если какое-то рассогласование идет, рассогласование в пользу сохранности картинки. Ну, это же похоже на то, как образованный человек и необразованный увидят, допустим, в объекте какой-нибудь, в тракторе или на какой-нибудь космическом аппарате раз. Конечно, конечно. Накинут какое-то ведро, а то ничего улетает. Ну, конечно, конечно, конечно. Можно это вопрос? Да. А если, получается, есть рассогласованность между картинкой и поступающими данными? Нету рассогласованности. Нам недоступны эти данные. Я к тому, чтобы говоря, насколько картинка может вообще отличаться? То есть, наверное, не без грязи. Нет, нет, нет. Мы вообще не имеем права говорить об отличии. Нет, нет, нет. Речь идет о том, что в какой-то момент, если вы слишком сильно... Потеряете сознание. Нет, нет, нет. Вы не потеряете сознание, когда смотрите клип. Но, если в какой-то момент, если сделать такой клип, что там произносится губами одно, а звук подножия совершенно не совсем... Нет, ну да, да. У вас как бы никакого наложения не будет? У вас просто вот так все разорвется? То есть, здесь в данном случае... Вот об этом речь. Да, да, да. Я думаю, что речь идет о сравнении, а как на самом деле. Как на самом деле... А, естественно, если рассогласование идет сильно большое, то действительно человек придумывает обоснование этого и другое. Это как бы к фотографиям с женщиной, понимаете? То есть, до определенного предела. Да, а если как бы ты... С другой стороны, человек, который с короткой памятью подходит к окну и так далее, он эти самые фрагменты, пропуски домысливает, причем больших, ну как сказать... Домысливает. А то, что мы всегда домысливаем. Домысливаем всегда. Память наша домысливается очень сильно. Иными словами, мы грубо говоря, да, и вот у меня есть, не знаю, там, картинка, вот как пазл, да, собирается. Может не хватать там 10 фрагментов, 20, а может не хватать там чуть ли не половины. Но у нас тогда будет цельно. Всегда это помысливается. Вот сколько необходимо или минимальное количество фрагментов? Один. Один фрагмент. В принципе, это вообще как бы не еле. Никакого. То есть наша картинка всегда цельная. Есть ситуация, по моему как бы такому предположению, если в ситуации согласование идет слишком сильно, то есть внешние данные настолько уже не вписываются, то человек может потерять сознание. Человек теряет сознание, когда сильный диссонанс между поступающими данными, он не может их интерпретировать в своей картине мира. Или может быть депрессия, болезнь, но и любая потеря сознания. В 20-ти и так далее, да? Вот. Ну да. А да, иногда, например, сейчас, кстати, можно как раз про нейрон бабушки рассказать. Он не совсем имеет отношение, но позволяет вот именно интерпретировать, почему лыжи или там это приятель увидели. Значит, нашли по исследованию, что за каждый какой-то объект моя бабушка, там, Брюль Марло, да, или вот как конкретный мой ноутбук, мой конкретный ноутбук, отличает один нейрон за фиксацию. Вот это. И при этом показывают ли фотографию человеку, имя называют, либо что-то связанное с бабушкой, вот с моей конкретной бабушкой, это нейрон возбуждается. То есть вот у человека за каждым объектом... Навсегда? Навсегда. 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 Он может даже потом забыть, но... Нейрон локализовать можно. Да, да. Вот одного нейрона. Один нейрон. Это эффект называется, эффект моей бабушки, эффект Морель Марло, или эффект... Актрисы этой... Морель Марло. Нет, нет, нет. Зонгин. Берри... 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 Да нет, нет, нет. Ну ладно, не буду спорить. То есть, да, нашли, действительно, ставят на один нейрон, человеку показывают... Все, что угодно показывает, он не реагирует. Но как только связано вот с этим предметом, конкретным, с конкретным человеком, то этот нейрон возбуждается. Так возбуждается в зависимости от имени? От звука? От имени, от голоса, от упоминания фильма с этим актером, скажем, от внешнего, от видения, от мысли о нем возбуждается один нейрон. Так, связь упоминания явная или все-таки домысливается человеком? Нет, 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 нет. Возбуждается нейрон. Это как это? Вот, что значит домысливается? Нейрон возбуждается. Если там, допустим, у меня бабушки Маша. Любой Маши? Нет, 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 конкретная бабушка. Марина Ивановна, да? Нет, конкретный объект. Иди индивидуал. Это не лексика, не что-то. Это связь с объектом. Это связь с объектом. Связь с объектом. Вполне возможно, но это еще как бы не нашли. То есть я предполагаю, что есть как бы нейрон и на классы. На каждый стол? На каждый камешек? Нет, нет, на каждый колесок. Если вы в своем сознании зафиксировали какой-то конкретный камешек, зафиксировали в сознании, то это... Одной бабушкой вместе будет меньше. Нет, нет, нет. Подсчитывали, что нейронов у нас хватит на все камешки во Вселенной. Да. Нейронов у нас хватит. Но речь идет не на каждый камешек, абстрактный какой-то. Вот если он как-то зафиксировался в сознании, то есть... Памятный какой-то. Ну, не то, что памятный. В любом случае, если в сознании вы что-то зафиксировали, этому фиксируется нейрон. Конечно, обсуждают, что с этим нейроном связана еще целая сеть. Не, ну, подождите, вот смотрите. Но ведь наверняка это все-таки временный эффект, потому что, ну, можно получить, не знаю, какое-то повреждение из него. Ну, да, 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 конечно. И потом снова столкнуться с этим ордитом. А потом не узнаешь тогда. Ну, прямо уж совсем. Ну, если нейрон... Ну, либо заново... То есть, вот таки память... Нет, ну, скажем, вот это еще не буду говорить, это очень сложный, наверное, эксперимент. Они только открыли... Я думаю, что им стоит провести хотя бы, то есть не надо как бы... Ничто в том, что нейроны... Пусть на камешке, действительно, каком-то вот... Я, если говорить о компьютерной интерпретации, вот со современной, скажем, семантический база данных, вот есть ID, да, вот, а к нему привязана уже куча предикатов, там, да, они могут меняться. Но ID есть, вот этот нейрон, это вот ID, которому... Вот и если... Конечно, работает, да. Об этом и речь. Поэтому, если нейрон возбуждается, а как бы контакта нет, тогда, грубо говоря, можно амнезию легко там как-нибудь там перепрошить. Вот правда, гораздо интереснее понять, а как вот как бы... Как вот это сопоставление происходит, да, ну, условно говоря, чисто технически. То есть, какой... Какой образ там, я не знаю, можно записать там в этот нейрон, чтобы вот это узнавание происходило. То есть... Имена как бы разные, да, то есть, ну, и Маш может быть много, не только бабушка Маша. Бабушка меняется со временем, да, то есть, вот, но при этом как бы... Ну, это как ID, то есть, скажем, есть база имени, таблица имен, и... Но с именем-то просто, еще раз, вот, понимаете, вот в чем проблема? Когда программирование с именем просто, есть имя, есть ID, вот. А здесь-то возбуждается не по имени, а по как бы по факту объекта, понимаете, вот в чем дело. То есть, бабушка как бы, она возникает не просто как имя, вот. Она может другое имя поменять. Да, она может ли имя поменять? Ну, если говорить чисто вот эволюционно, то выгоднее ситуация не баз данных, когда мы привязываемся, определяем объекты по предикатам, а именно вот ситуация, когда каждому объекту свой по ID. Тогда, то есть, скажем... Но объекта, понимаете... Нет, я это поясню. То есть, когда нужно определить по таблице в базе данных, ты должен для определения объекта выделить ряд предикатов, уникальный ряд какой-то, в котором ты должен... Имя, фамилия, рождение... Для разных объектов... Для конкретного объекта, чтобы определить, что это... Я так говорю. Чтобы этот конкретный объект, нужно ряд предикатов, да? И вот пока ты не выделишь ряд предикатов, ты не пределишь, что это ID. Другой вариант. Другой вариант. Фиксировать ID, а предикаты могут плавать. Ты можешь забыть, как... Как фиксировать? Технически. В предыдущем... Я не знаю, как это... Мозг делает так. Я не знаю, как, но мозг делает так. Предикатов нет способ фиксирования, понимаете? Вот вы его описали. Мозг делает именно так. То есть это уже экспериментально доказано. Вы знаете, что странно? Люди бы друг друга забывали время от времени, потому что у нас же отмирают эти... Нет, 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 нет. Не отмирают, не отмирают. Ну как так? Нет. Ну, во-первых, скажем так, не отмирают, а наоборот еще множатся до конца жизни. Нет, ну считается, что от алкоголизма они что-то там отмирают. Ну, я вот тоже забыл. Ну, если вот он... Не забыл, но тогда все бы друг друга время от времени забывали. Почему время от времени? То есть если от удара по голове или от болезни, от алкоголизма ты кого-то забыл, ну и забыл. Нет, ну потом нет, потом нет. Почему? Значит, нет, 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 нет. Посмотрите, ну без предикатов же не обходится, потому что если, допустим, человек, ну не бабушка твоя, да? Они привязаны к этому нейрону, а не дозунцы. Дайте мне договорить. А если человек не бабушка твоя, которую ты видишь каждый день, а, допустим, какой-то твой одноклассник. Вот. Вот он привязан к определенному айти. Но если он сильно изменился, ты его не узнаешь, и нейрон не сработает, понимаете? Ну. Ну, ну, это значит, что... Это значит, что... Его припишут твои магии. Здесь мы рассуждаем... Это значит, что все-таки предикаты какие-то там есть. Конечно, есть. Мы здесь речь в этом, что естественно, что к этому нейрону привязана некая сеть предикатов. Вот. То есть естественно привязана как-то. Но, скажем, при достаточном количестве этих предикатов возбуждается этот нейрон. То есть, скажем, имя, фамилию произнесли, фильмы перечислили, скажем, со Сталлоне. Возбудился этот нейрон. То есть есть... Но нейрон привязан. Так, наверное, выгоднее получается действовать. Какой механизм, неизвестно. Но в любом случае, если мы что-то зафиксировали... Вот, скажем, мы не знали Сталлона, актера вообще. У нас не было никакого... И потом мы смотрели несколько-несколько фильмов, все... И он сказал, а вот это вот Сталлоне... А, да. И у нас срабатывает один нейрон, который связывает все наши, что мы его знали, связывает в нейрон бабушки. Наверное, не только человек это связывает, а вообще любой объект. Любой, любой, любой объект. Фиксированный... Но забыть-то можно все-таки. Ну, наверное, забыть нам можно. Нет, нет, нет. Здесь забытьем есть два варианта. Один вариант, что что-то физически поврежденное. А есть вариант, что мы не можем что-то в сознании. То есть, может быть, даже и срабатывает нейрон, но порог... То есть, просто как бы запретить. То есть, то, что к нам попадает в сознание, должно преодолеться какой-то порог. Почему они не видели горит? Потому что возбужденность нейронов счета, то, что они сейчас делали, было гораздо сильнее. И данные возбуждения... Скажем, был нейрон горилла. И он возбудился, когда был горилл. Но порог был такой, что он не встал в сознание. И вот тут мы подходим к интересному моменту. А зачем же нужно это сознание? Тогда. А вот тут мы как раз сейчас и говорили о памяти. Вот моя гипотеза, гипотеза такая, что... Вот чем отличается, скажем, лунатик, тот же зомби или алкоголик, который не помнит? У него отсутствует память. То есть, нам в сознании нужно того, чтобы помнить. То есть, сознание, воспоминания какие-то, будущее планирование. Это та картинка, в которой соединено то, в чем мы действуем. У лунатика этой картинки нет. Он действует только конкретный шаг. Вот он его делал. Чем ущербно невидение лыж? Тем, что вдруг это было не лыжи, а что-то существенное для совместной деятельности людей на завтра. И они будут обсуждать чего-то, а он чего-то не видел. То есть, в сознание помещается то, что важно для деятельности... Вот для лыж, вот здесь вы сказали, на завтра это лишнее какое-то упоминание. Это может и сейчас быть существенным, понимаете? Или сейчас, конкретно. То есть, в текущей деятельности и совместной деятельности, протяженной во времени, протяженной во времени деятельности, нам нужен некий набор объектов, которыми мы оперируем. И вот они помещаются в сознание. То есть, скажем, если в нейронной сети мозга у нас фиксируется все, но то, что не нужно для деятельности, оно либо формально отрабатывается без сознания, множество вещей мы отрабатываем без сознания, а вот реагируем мы и действуем мы, задействуем в деятельности то, что есть в нашем сознании. Ну, скажем, например, летит камень, и я отвернусь, это мое действие, да? А при этом я действую так, он у меня есть в сознании. Но это может и галлюцинация, и реальный камень. То есть, я действую от того, что есть у меня в сознании, а нет данных конкретных. То есть, если бы я действовал от конкретных данных, от световых, я бы отличил бы галлюцинацию. А галлюцинация – это моя, световых данных нет никаких. Световых данных не поступило на рецепторы, но я отвернул голову все равно от галлюцинации. То есть, мы действуем с объектами в своем сознании. Основной принцип формирования – это согласованность этих объектов в своем сознании и их участие в протяженной, распределенной во времени деятельности, в текущей, моей индивидуальной и совместной. Александр, а можно вот сразу как бы философский, вот именно сугубо философский контр-тезис? Ведь на самом деле, если нам просто поступают данные, то мы действуем в каком-то смысле как автоматы. Мы не относимся к происходящему. Мы не можем, собственно, отнестись. Да, да, да. Поэтому картинка нам нужна не потому, что нам нужно действовать потом, во времени протяженно, а потому, что мы хотим, будучи как бы людьми, то есть, ну, не то, что хотим, да, но вот у нас появляется такая возможность с появлением картинки отнестись, противопоставить себя происходящему. То есть, вот на нас летит камень, мы можем его видеть, но мы можем не отвернуть голову, мы по-разному можем поступить. Вот, именно потому, что у нас есть картинка. Так это аргумент именно в пользу моей версии. Это именно нам нужно распределенное во времени действие. То есть, не текущие... Да нет, 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 действие. Мы гегенштант, понимаете, предмет, гегенштант, гешталь, да, то есть, то, что стоит напротив. Картинка, она всегда как бы выносит вот это вот происходящее, вот эти автоматические процессы, как бы, ну, так сказать, данные. Тут стоит время. То есть, именно, вот именно... Вы видите здесь не причем. Нет, нет, время. Так вот... При всем желании. Нет, именно разговор, что я должен отнестись. Вот это само отношение... Отношение, но оно тут не требует времени. Именно требует любое, любая мысль, это некое движение во времени. Вот если вне времени, тогда можно действовать автоматически. Как только... Нет, просто добавлю, на самом деле. Суть-то в чем состоит? Зачем нужно сознание? Что на самом деле расставить приоритеты. Одно сейчас более насущное, допустим, там, если я... Ну, поток данных. И чем другое. Менеджментом этого потока. То есть, это на самом деле остановить, вот тут есть какая-то генерация, да, создается эта картинка, я в этой картинке могу выбрать, что для меня сейчас я буду делать, я расцвет ставлю. Ну, в этой терминологии, создавая картинку, как бы, ну, твое там, сознание, там, не знаю, что там, да, вот оно и выбирает. То есть, есть потоки данных, вот эти они, они и есть генерации. Поток данных. Поток данных это генерация. Вот. А картинка это уже результат, понимаешь? Не важно. Ты говоришь про следующий какой-то там этап. Нет, не про следующий. Я говорю, что в картинке нам нужна картинка только для того, чтобы мы могли в ней выбрать, что сейчас важно, а что оставить на потом. И память, память. А что внимание обратить, а что пропустить? Картинка наша строится из памяти, сохраняется в памяти. То, что не было в картинке, мы не помним. То есть, вот эта непрерывность сознания, непрерывность сознания и обеспечение память о прошлом и мечты о будущем, по данным, 30% времени мы проводим в мечтании, каждый человек. А у меня вопрос, извините, пожалуйста. Сознание нужно для того, чтобы мы могли вот эти вот самые генерации выбрать. Так не будет сознания, так необходимости выбирать эти генерации не будет. Ну, хотите быть, да. Ну, сегодня, как автоматический. Нет, смотрите, вы хотите кушать, одновременно хотите сходить в туалет и одновременно угроза опасности, что вас хотят убить. Что вы будете делать? Убегать. Есть элементарные одноклеточные организмы, которые здесь справляются с этим. Да, да, да. Не испытывают по этому поводу никаких нежеланий. В том-то и дело, что... Подождите. Да. Я говорю о том, что как раз-таки все с точностью наоборот. Исключительно имея сознание, мы сталкиваемся с такими самыми генерациями, планированием и так далее, а не наоборот. Когда клетка сама по себе действует как автомат, ей никакого сознания не нужно. Но когда появляются сложные действия, сложная деятельность, несводимая непосредственным реакциям, у социального человека, у социального человека... А что такое значение, если у нас не только клетка? Нет, я говорю, я говорю, я же говорю про человека. Речь идет о том, что сначала возникает дополнительный функционал, в каком-то смысле бессмысленный. Вот это сознание, картинка, да? Вот мы носимся с ней как с чем-то таким, что возникло как бы эволюционное, как что-то необходимое. А речь идет о том, что это как бы, ну, какой-то случайность, рудимент. Вот возникло... Ну, это и больше, да, да. Да, что мы фактически противопоставили себе происходящее. Так нет, в том-то и дело. Это позволило нам многое, конечно, да, но... Вопрос формулируется, это и есть... Это неважно, когда появишься... Нет, ребят, ребят, это и есть основной вопрос философии создания. То есть, либо мы можем все свести к моментальному реагированию на возбуждение и реакцию, и тогда действительно нам картинка этой не нужна. Либо мы не можем свести деятельность, вот деятельность к вот этой автомату, и тогда потребуется нечто, что сшивает. Вот автомат здесь, 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 здесь. Нужно что-то, некое, нечто сшивающее и обуславливающее, на что мы реагируем. Мы же реагируем не на... То есть, мы уже выяснили, что мы реагируем и функционируем, и действуем не с данными, с внешними, а с нашей картинкой, которая уже сформирована непонятно даже каким образом и как. Но так, только так, чтобы обеспечить нашу деятельность. Откуда берется вот это требуется? Непонятно. Благодаря этому необходимо сознание существовать? Это же если на чем... А данные-то противопоставили картинке, я что-то не понял. Что? Как данные-то противопоставили? Картинка и все, и данные-то одно. Нет, нет, нет. Все примеры. Нет, это просто, у нашего сознания есть, естественно, есть в сознании, есть некая направленность, на что задать внимание. Мы искать и конкретный момент, когда на что-то... Да, 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 вот сколько ты лепишься... То, что ты называешь картинкой, Александр называет данные. Вот есть поток данных, они как бы идут, проходят мимо, понимаешь, они... Они проходят, не заходят, они записываются, но не отражаются в картинке. А картинка, а картинка... Не отражаются в картинке, мы не видим. Ну зачем спорить о словах, как в угла? О словах, да, да. Потому что я в любой момент могу, вместо того, чтобы заниматься подсчетом каких-то белых вещей, я могу переключиться и увидеть этого обезьян. В любой момент. Да. Могу переключиться. Да, ну тогда... Сначала же, но картинка вся есть. Нет. Ну просто я рада на это. Нет, нет, Булак. Картинка, это то, что вы видите здесь и сейчас. Я вижу все сразу. Ну только мы здесь вырезаем. Нет, на самом деле... Не, на самом деле... Нет, Александр, Александр, мысли на самом деле Булата тоже существенны, потому что он говорит, что вот этим фокусом, да, можно управлять. Причем активно управлять. Конечно, конечно, можно. Причем управлять так, как будто ты знаешь, куда ты перемещаешься. Как ты можешь переместить свой фокус внимания на то, чего у тебя нет? Да, Булат, с синологической точки зрения говорят, что есть предмет, а есть всегда фон. Не бывает просто предмета, не бывает просто мячей, всегда есть фон. Есть вот здесь и сейчас. Он мне акту... Так вот, это ошибка. Здесь и сейчас это всего лишь актуально, но есть фон. Стоп, 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 Булат, вот есть здесь и сейчас картинка, которую я сейчас конкретно вижу. Я в данную секунду вижу эту картинку. И мое действие, вот сейчас, то, что я буду предпринимать, зависит именно от того, что я вижу здесь и сейчас. Это не в полной мере, не в полной мере зависит от этого. Вот если я не воскликну, аааа, обезьяна, значит ее нет. Сейчас я ее не вижу. То, что я... Ну вы свободный человек, вы можете разумно обезьянить. Можете воскликнуть? Ну у нас нету. Не будьте обезьяны с другими стороны. Ну нет у нас там возможности выбрать между вижу или не вижу. Ну вас вскликнуть или не вскликнуть, есть возможность? Если я вижу, то я, когда я вижу, я могу вскликнуть или не вскликнуть. У нас нет выбора, видеть или не увидеть. То есть, условно говоря, если есть фон, на который вы внимания не обращаетесь, значит его нет, что ли? Нет. У вас нет его в сознании, вы его не видите. И вот речь, вот как бы достижение феноменологии, так, гусорля. С фоном-то зря. Нет. Нет. Это постороннее слово. Нет, это хорошее слово. Нет, это такое. Не важно. Потому что вот есть... Фонсорная рыжа. Нет. Есть понятие такое. Вот актуально вам актуально. Нет, нет. Гориллы нет. Гориллы же не являются фоном. Ну что вы рассказываете? Нет. Почему? Ну очень даже как раз являются. Потому что то, что это нужно здесь и сейчас в понятиях Александра, это вот актуально, то, что актуализировано. Да, то, что актуально. То, что видно. То, что видно. Но, но восприятие в нашем восприятии, вот это актуальное, это всего лишь маленькая часть на фоне неактуального. То, что я воспринимаю. Картинка, это то, что я воспринимаю. Возвращение о выводе в актуальность неактуального, а принципиально в другой ситуации. Именно когда что? Я не вижу. Нет этих лыжных. Вообще нет. Нет. Игорий, нет. Не вижу. Не вижу. Я не могу с сознанием воли увидеть ее. Подождите, если бы это было так, человек, вошедший в гипноз, он бы потом не рассказал, что он в гипнозе все это видит, на самом деле. Почему он говорит, рассказывает, что в гипнозе все это видит. Значит, он видел, когда эта горилла была, но просто он ее не запечатлел, потому что вы в парке. Нет, было, было, было. Доподождите, здесь термонология. Ему поступали визуальные данные, в которых была горилла. Поступление визуальных данных и видеть, это две разных вещи. Еще раз говорю, что я... Понятие внимания, где он может понять его внимание? Он же вспомнит, сколько ступенек он прошел, хоть и не считал. Под гипнозом, под гипнозом. Значит, оно в сознании было и в любой момент. Это термонология. В мозг, в нейронной сети, но не в сознании. Ты просто так, если ты хочешь сколько с ним без гипноза, без помощи гимнатизера, сколько хочешь, сознанием управляет, вспоминает эти ступенки и не посчитает. Сознание есть только то, что ты запомнил. Допустим, Булак, 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 Булак. Под гипнозом. Под гипнозом. Еще раз говорю, давайте я просто объясню, что смысл состоит в том, что сознание наше фокусно. Что вымчено, да, фокусно. А почему, говорю, все остальное есть в сознании? Потому что в любой момент может перейти, но вдруг раз и перешел туда. Так, стоп, стоп, Булак. А где я отвечаю на практике? На психологическом эксперименте показываю. Булак, стоп, 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 Булак, 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 допустим, вы посмотрели, посмотрели ролик с гориллой один раз, один раз. Нет, увидели гориллу и ушли. Вам никто ничего не сказал про нее. Вы когда-нибудь ее вспомните? Нет. Нет. Значит, ее в сознании у вас нет? Нет. Почему? Она могла бы быть в любой момент, если... Нет, не могла бы быть в себе, но если вы ее не увидели, то ее у вас в сознании нет. Восприятие гориллы... Смотрите, Булак, а какого цвета глаза были у гориллы? Какой гориллы? Ну как же горилла? Вы же говорили, что ее вы видели. Вы же говорите, что все видели. Вы будете, если вам после ролика подать... Вы скажете, да вы что вы, что я больной, что ли? Я на что... Подожди, 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 но если во время просмотра ролика тебе скажут, слушай, ты видишь гориллу? Нет, не вижу. Ну как же, посмотри внимательно. Ты найдешь. Так вот об этом и речь. Об этом и речь. Да, об этом и говорим. Не надо возвращаться всегда, как бы вот он посмотрел ролик и не видел. Понимаете, речь не о том, что оперативно... А я, я не об этом. В любом моменте вы об этом. Вы об этом, а я не об этом. Это очень... Вы пытаетесь говорить на время, а в итоге как бы рассматриваете статистику. Естественно. То есть это самая банальная мысль, что если я чего-то не видел сегодня, я могу это увидеть завтра. Кто же говорит, что нет? Нет, вы прямо здесь и сейчас. Нет, нет. Можете переместить... Нет, это уже не здесь и сейчас. Это уже через минуту. Сам не можешь. Сам не можешь. Если он тебе поможет или долгой человек скажет, а посмотри, как же не готов. Понимаете, вы говорите о каком-то единичном погибе. Другой человек уже тебе сказал, смотри за мячами. Ладно, ребят, давайте... Он уже заставил тебя спокусировать свое внимание на одну. Если бы у тебя, смотрите, ну если бы не сказали, смотри за мячами, они бы увидели же, правильно? Если бы не было задачи, ну об этом и речь. А я говорю, безуаречь о том, что... Сознание наше активно, оно может выбрать... Я говорю о том, что... Это же сам человек... Сознание, активно, неактивно, пассивно, оно не находится в состоянии однозначного соответствия с поступающими информационными потоками. А зачем это нужно? Это и не нужно. Это и не нужно. Это никому не нужно, понимаете? Это же вот безусловно, потому что потоки... У меня тыща там переваривающих. У меня и тебя каждый раз будут чувствоваться, как там вы не перевариваете. Это не доходно просто человеком, понимаете? Если, если перед вами стоит горилла, это не значит, что вы ее видите. Вот и все. Смотрите, но не видите. Ну нет, наверное... Вот и вот об этом я речь. Как счастливы эксперименты. А не счастливы... Нет, вы же как бы... Подождите, вы же это обобщаете на сознании вообще. А мы говорим, что сознание устроено так, что оно может перейти... Сознание не устроено так. Что перейти... Сознание... Булат, Булат, Булат. Давайте не будем оттягиваться. Что ты рассказываешь? Ты в любой момент не можешь понять, никогда не сможешь понять, что я там переваривался внутри. Невозможно. Нет, он не хочет этого. Ладно, хорошо, хорошо. Стоп, стоп, стоп. Я меняю тему про внутри, про желудок. Рассказываю. Значит, есть у нас в России ученый, физиолог Питбарев. И он выдвинул новую концепцию сна. Раньше как считалось, когда вот, что мозгу нужно отдохнуть, да, и вот он мозг отрубается, и человек спит, мозг отдыхает. Или там консклуб что-то обрабатывает данные, то, что он видел днем, да. Но тут стали проводить эксперименты с крысами, мешая им спать. Не давая, то есть, что-то только засыпают, их там, ну, чем-то отвлекают. Ну, током, не током, там, не важно. Не, не, не важно. Раньше, раньше, позже крысы умирают. И даже проводили сгуманность, вот только-только начинают потом его возвращать. Ты видишь, нужно, когда уже все получится. Чтобы повторить, это все время еще раз. Да, да, да. Делают вскрытие, делают вскрытие. Мозг идеален. Умирают всегда от всяких дефектов внутренних органов. Язва желудка, язва, там, печень разлагается, печенка, селезенки того же. Смерти только от физиологических внутренних. Вот. И, значит, вот наш Пигарев, значит, выдвинул эсцеральная теория сна. Эсцеральная – это внутренние органы, да, вот. Значит, он предположил, что мозг здесь ни при чем. Мозг может работать себе сколько угодно, и он работает. И когда впервые усомнились в том, что мозг нужно отдохнуть, когда стали снимать эсцелограмму мозга спящего, он работает вовсю. Только ритмы там другие. Ну, значит, что-то он там делает, другие ритмы. А он предположил, что сон необходим для того, чтобы сбалансировать жизнедеятельность организма, внутренние органы. То есть переключиться. То есть что-то, когда человек устает, он чувствует усталость. Мы же не здесь чувствуем усталость, а вот в теле усталость. И когда устают органы, посылают сигналы, множество сигналов от разных органов мозга, что все начнет нужно. Человек отрубается, и мозг переключается на внутренние органы. И начинается отладка внутренних органов. Самое интересное, что эта отладка внутренних органов происходит на тех же самых нейронных сетях, что и наше сознание, то есть когда мы действуем, вот видим картинку. Бабушка может оказаться печенкой. Вот. Где-то... Может, тогда у тебя печенка сидит. Где-то приблизительно даже так, что да. То есть те же нейронные пути, и даже... Да давайте все-таки немножко... Да, давайте. Да. Даже пытаются этим объяснить действенность иглоукалывания, что вот те же нейронные пути, которые идут от чувствительных точек на теле, они связаны и с органами, и можно как-то влиять на органы, то есть такое рациональное объяснение действия иглоукалывания. Значит, что происходит? Есть... Ну, он предлагает, что есть какой-то орган, не орган, то есть система сознания, и есть система обработки внутренних органов. И вот мозг переключается, кора, либо к внешним данным, либо переключается к внутренним данным. И объясняется этим очень-очень много. Сновидение объясняется так, что поток данных, когда не совсем отключено сознание, поток данных от внутренних органов, он интерпретируется нашим сознанием в своих терминах, то есть в том, что он видит. Ну, то есть в привычных образах, там люди, дома, там все прочее. А в это время идет поток данных от... То есть в основном можно понять, что как человек себя... Да, да, это есть... А как быть тогда с ритмами сна цикличностью? Вот. Значит, а это всего лишь цикличность, это ритмы органов. То есть замерили ритмы кишечника, желудка. Представьте, как там они ритмические. И вот отражение ритмической смены ритмов, это переключение на ритмы органов. И когда они меняются там чуть-чуть, это ритм сердца, ритмы желудка, легких. И они отражаются вот на ритмике сна. Вот. Есть всякие... Объясняются болезненные явления, скажем, когда человек просыпается, есть такой вот эффект, и несколько минут он уже в сознании, но не может пошевелиться. То есть он... Парализован. Переключилось на восприятие, переключилось, а на управление еще не переключилось на органы. Либо, скажем... В этот момент можно и с телом вылезти. Ну, там бывает. Там не совсем с этим... Бывают такие случаи, когда, наверное, для многих, что засыпаете, и видишь, что такое по телу идет. Это тоже момент переключения, то есть вот так он объясняет, что сигнал, который шел на внутренние органы, еще не полностью переключился и пришел на органы. Еще все подергиваются, говорят, что это проверка, как бы организм проверяет. Увер, нет. Нет, нет, нет. Это серьезно. Ну, это говорят, да, говорят. Но по его теории, либо другие эффекты бывают, что когда человек засыпает, и в темноте, и вот перед засыпанием начинает видеть какие-то движения, что-то там бегает у него. Вот сознание открывается, свет включает, ничего нет. Это тоже, то есть, момент переключения, уже пошли сигналы от органов, вот, и они смешиваются еще с неполностью пометневших сознанием. Ну, вообще, чисто, как бы, с точки зрения физики, вот, как вот они могут пойти сигналы от органов? Они всегда должны идти? Нет. Просто блокироваться? Нет, 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 нет. Есть две разные системы. Есть система управления непрерывной работы, это спинной мозг основной. Нас, может, не управляет конкретными физиологическими, но я себе представляю так, что есть некоторые общефункциональные настройки. Общефункциональные настройки. Ну, что, что, у нас есть, как бы, нервный, там, вот, этот канал, да, там, нейрон, не нейрон, а как это, нерв, да, по которому идет ток, извините, да, и вот он либо идет, либо не идет. Он, вряд ли он стартует, когда человек засыпает, да, то он и так шел, вот, ему подключается. Нет, здесь идет речь, что подключается кора главного мозга. Подключается кора главного мозга к этим, вот, в данном, по идущем, и на управление, и на прием. На самом деле, а вот почему же у шизофреников с перерезанными вот этими вот полушариями, вот, раз бы у них одно полушарие бы все время, как бы, органами заниматься, а второе было бы хорошо. А эти же люди, которые всю жизнь не спят. А с ними еще тогда? В смысле, литрагические сонные, что ли? Нет, ну, они вообще не спят. А, не спят. Ну, бывает, наверное, да. Еще тогда с ними. Я думаю, что там у них получается распределение, какое-то. То есть, они, мозг попытается управлять и тем, и тем. То есть, ну, я думаю, что да, потому что настолько редкие случаи, очень редкие случаи, потому что и обычного человека не заставить спать, он умрет. И умрет именно от физиологических причин, а не вот с каких-то, с мозгом что-то. Разве? А ведь ставили опыты, когда вот там, ну, радиоведущие не давали там просто так спать, они как бы теряли именно, ну, гальдар связанной речи, галлюционировать. Нет, ну, я думаю, что он объясняет это как то, что сильный-сильный фон идет от внутренних органов про согласование, и получается, то есть, сознание затуманивается, то есть, там уже не в состоянии поддерживать сознание для того, что нужно вернуться на органы мозга. Ну, это гипотеза, хорошая, интересная. Там много статер поясняет физиологических, там, патологических и других моментов, которые объясняются этой теорией сна, которые... Ну, а сейчас, наверное, на закуску у нас как-то время со временем. Ну, можно будет разрезать. То есть, спать на это много вообще? Да, спать нужно много, особенно женщинам нужно много, и это полезно. Ну, общие разговоры такие, что действительно, когда мы больные ложимся спать, засыпаем, просыпаем, нужно поспать когда, и много спим, когда больные. То есть, казалось бы, что вот физиологически заболели. Да, мы спим много, больше, чем нужно. То есть, это мозг начинает регулировать на нашу физиологию. Ну, и на закуску самое интересное, которое можно было в несколько часов еще об этом спорить, вот, это у нас эксперимент, знаменитый эксперимент, Лебеда, потом проводили еще дольше. Которые, как бы, говорят, что нет у нас свободы воли вообще никакой. Известный эксперимент, когда человеку сажали за кнопку, говорили, что вот ты сейчас вот сиди и принимай решение нажать на кнопку, как захочешь, как захочешь. Так вот, нажимаешь на кнопку, как захочешь. И перед ним циферблат, либо картинки, чтобы согласовать, когда он должен, когда на нашу кнопку конкретно, секунду с какой-то моментом, или с какой-то картинкой, чтобы засинхронизовать решение и нажатие. Вот. И к нему подключено датчики. Так вот, в начальных экспериментах 3 четверти секунды потенциал готовности, то есть до того, как он принял решение, нажал кнопку, где-то в нейронных там чего-то, срабатывает до 3 четверти секунды. Сейчас последнее. Присните, что срабатывает? Что-то срабатывает. Сначала решилось, а потом он нажал. То есть что-то сработало, а потом он нажал. То есть сознательное принятие решения, вот я принял решение, я нажал. Так вот, мозг за 3 четверти секунды уже дал отрагирование. Так это может быть так сознание просто работает? Сознание, да. Составные механизмы. Вот. По последним данным, ну так вот, там говорит, ну сомнительно, нет, нет, все, все, до 7 секунд говорят, что можно определить. До 7 секунд, до того, когда человек принял решение, ну это статистически набирает. То есть, нет, а в чем здесь отсутствие свободы воли? Просто запаздывание присутствует? Да, конечно, что решение, вот это принято им, вот этим мозгом, понимаете. Но, нет, здесь вопрос идет такой, что если мозг... Мозг принимает сознание, а сознание нажимает на кнопку, вот так. Мозг принимает решение до того, как человек сознательно принял решение. Нет, человек сознательно принимает решение тем способом, что мозг у него там раньше привлечет. Нет, сознательно... Как в момент сознательности? В данном случае давайте все-таки терминологисом глядят. Сознательностью мы называем именно то, что сознательно сделано. Если у меня нога дернулась, и я прекрасно понимаю, что у меня где-то нейрон какой-то сработал, от этого нога дернулась сначала нейрон, потом нога, это одно дело. А когда я сначала принял сознательное решение... Ну, слушайте, понимаете, Александр... Сознание, вот то, что я сознание... На самом деле он так и находится. Нет. На самом деле здесь же совершенно пустое решение, которое как бы, ну что ты решаешь? Ты ничего не решаешь. Фактически, вот, у человека накапливается некий потенциал ожидания, вот, он накапливается, потом идет всплеск, да, что ну как бы все, хватит уже ждать, пора уже нажать. И он нажимает в течение там этих трех секунд или там семи. Вот если бы было какое-то содержательное решение, тогда можно было уговорить. А если это просто вот нажмите... Нет, 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 это в любом случае любое решение. То есть это распространяется на любое решение. Ну, вот, другой эксперимент должен быть. Да дело не в этом, носитель это сознание. Кто? Ну, ладно. Ну, в том смысле, что вы говорите, что сначала нейрон, не один, не один, не один, не один. Это очень жесткая терминологическая неразбериха получается. Причем здесь носитель. Ну, а при чем сознание, который сработал? Нет, когда... Понимаешь, что получается так, что что-то у вас в голове... То есть вы только что выяснили, что данных в голове у вас на порядок больше, чем то, что мы оперируем в сознании. Вот оперируем. Вот мы сейчас... Я могу подумать, вот мысль моя, я могу ощутить эмоцию какую-то, я могу видеть предмет. Это вот сознание, чем я оперирую, о чем я думаю. Я думаю, сейчас пройти в эту дверь или не пройти, но данных у меня на порядок больше. И речь идет о том, что... Нет. Почему? Нет. Это вообще как то сознание, то, что мы теряем. Теперь что, чтобы... Конечно. Был ответ, кто субъект? Вот если мы субъектом, то это и есть сознание. Нет, нет, нет. Там еще, но это не субъект. Это то, что я потерял... Что значит потерял сознание? Это значит, я не помню, что было. Вот и все. Память и сознание... Это память, это память, это память есть только то, что сознание. А сознание, то, что Анатолий Александрович, но вы начали с того, что это опровергает наличие у нас свободы воли. Вот этот эксперимент никаким образом не... Я тоже считаю это. Я говорю, что это выдается так, преподносится так, что... И преподносится таким образом, что есть какие-то... То есть, скажем так, мы не контролируем весь поток данных. Он нам недоступен. Множество данных исследований нейрофизиологии показывают, что они фиксируются, запоминаются и присутствуют, и участвуют в формировании там чего-то. Наше сознание, 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 картинка, то, что нам дано в памяти, о чем мы помним, в чем мы оперируем, чем мы действуем, где мы действуем, оно частично связано. И множество экспериментов показывает, что оно не отражает всего этого, и формируется вообще на каких-то вот начерчиках, которые и дамки поступают. И вот, и люди говорят, что вот видите, когда вот ты принял решение, ты думаешь, что это ты принял решение. А мозг до тебя за 7 минут, там, да, уже перещелкнул что-то, ты даже не знаешь, ты не помнишь, не знаешь почему. И выдаешь как за свое. Тебе кажется, что это... Мозг, 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 это физиология, это нейроны, конечно, мозг, вот такая программа, у тебя есть компьютер, на него выполняется там 100 программ. А на экране отражают, нет, а одна из этих программ называется сознанием, всего лишь одна из всех. Да нет, даже у тебя, даже у тебя, у тебя, у тебя есть переключатель, где-то там, что-то там, решение какое-то принимается, а ты переключатель держишь. Ты привлечил, как бы, если ты решение... К сожалению, ты не держишь переключатель. Нет, не держишь, только сидел. Просто Влад говорит о том, что нужно понимать себя, как я, да, шире, что и все эти неосознанные процессы. Влад, у тебя неосознанные даже, а осознанные процессы. Вот мы сейчас сидим, у меня с подолка сейчас здесь летит пыль, вот она летит пыль, летит. Так как не напрягись в нормальном состоянии, без гипноза и без ЛСД, я эту пыль не увижу. Да дело же не в этот день. Вот я могу на него переключаться. Это феноменально, мы понимаем, что мы свободно действуем, что мы выбираем, феноменально. Это означает на самом деле, что анализатором где-то там в мозге и нашего как бы решения пальцев, это просто говорит о том, что механизм так нашим условиям, решишь принимать это решение. А не рассогласование, что как будто кто-то там чертик какой-то в мозге нами управляет. Нет, не чертик в мозге, а мозг сам. Вот мысль такая, если целостность картинки, которую мы видим перед глазами, вот это вот самое сознание, оно нами формируется, оно нами дополняется, деконструируется, объясняется как-то там, мы это выдумываем. Может быть точно так же целостность нашего я, тех самых потоков внешних, разных, исходящих от разных, ну грубо говоря, субъектов, нами точно так же это конструируется, и мы думаем, о, это мое желание. А на самом деле оно было. Так оно и есть. Замечательно, но только мы ведем себя не так. Да конечно, сколько угодно можно так обсуждать. Так оно и есть, но опять же это механизм, понимаете, вот как бы вот то, что вот это я самоучреждается, да, от этого оно не перестает быть я. Существует на, как сказать, на стыке этой самой склейки. Существует, да. Вот. Но при этом это все равно я. И все равно свободно. Вот сидит водитель за рулем автомобиля, да, и там, кто рулит, кто это как-то совершает, если вот двигатель, там что-то колеса вращает, там, да, там. Сколько там от двигателя привод к колесам происходит секунд, да, сколько там от рулевого управления происходит секунд, пока ты повернешь, ну кто фактически управляет автомобилем? Кто автомобиль управляет? Автомобиль думает, да, это он управляет, там, двигатель это я тебе покажу. А на самом деле автомобиль управляет. Тот водитель, который сидит в рункуте. Так же и здесь, собственно. Здесь точно так же. Вот все правильно. Только здесь, здесь. Пример о Наполеоне, сидящем на лошади. Вот лошади, она думает, что она сама куда-то пошла. Или какое дело? Вот сознание, это не сознание Наполеона. Сознание наше, это сознание лошади, говорят нам эти ребята. Если бы это было так, то и номинально мы бы работали здесь только как роботы. Нет, наоборот. Нет, ну с тобой настоящий Наполеон, который сидит в рунке. А ты выдаешь его, его, вот, Наполеоновские штуки за собственные желания. Еще бы это, потому что ты лишь полный получишь в полк. Да, особенно это все, ну, больше. Булат, давайте закругляться. Вот, значит, Булат, это, это, это проблема. Да, согласен. Это проблема, которую нужно интерпретировать. То есть, если, то есть, мы при... Но мы подошли к проблеме, предлагайте сразу закругляться. Нет. Нет. Эту проблему, я думаю, что мы не сможем решить. Это не нейрофизиологическое. То есть, как бы нам казалось, что если я принял решение, да, то этот вот мозг, нейрон должен постри. Ну не так. Как считаю я? Если я сказал, что это мое решение, то решение становится моим. Все. Мне вот лично, как субъекту... Как же я не даю себе работать, это неважно. Понимаете? Может быть это какие-то токи, может быть это мозг, может быть это обусловлено влияние. Может я взял на себя ответственность за это решение, а оно стало моим. Все. В этом свободоволе, что я могу взять на себя ответственность за решение. В философском смысле. Больше ни в чем. Причем лучше поменять его. Но детерминированно оно не волей. Так детерминизм к свободе воли не имеет никакой... Но люди, которые пытаются жестко детерминированно подходить, они видят, что... Извиняюсь, потому что опять же свобода воли, этот вопрос, субъектность и свобода воли, это опять же вопрос отношений. Которое как бы вот это отношение, оно тебя выносит за пределы вот этого детерминированного мира, за пределы этого потока данных, ты вынесен уже как бы. Это вопрос твоего отношения к происходящему. Вот как бы этот выбор. Понимаете? Вы можешь воспринимать это как выбор, можешь воспринимать это как поток, как какую-то данную. То есть если ты просветленный, ты не будешь воспринимать это как выбор. То есть это... Нет, это эффект. Я могу еще некое пояснение внести. Что нельзя мыслить про нейроны и про мозг на уровне детерминизма и на уровне свобода шаров. Вот стукнул, вот полетел. Вот так вот. Такой детерминизм. Там действует функциональная система. Затрагивали их раньше еще по Анохину. То есть это некая система, действующая во времени, в которой включены множество элементов. И системообручным фактором является результат какой-то. Запланированный результат для этой совместной системы. Скажи, нейроны в некоторой сети выполняют вот некий результат, да? И вот этот результат, это совпадает с фиксацией принятия решения и с нажатием на кнопку. Потому что феномологически, нам мы должны совместить. То есть у нас не может... Сознание, у нас не может быть отдельно. Я сначала принял решение, потом нажал. Они совмещены быть. Так бывает же. Нет, нет, нет. Когда я сознательно, что я через 5 минут нажму. Но если я принимаю, что... Вот сейчас. То есть я, как если принял решение, что я нажимаю вот сейчас, когда сейчас, должны совмещены быть. Но при этом, при этом, когда я об этом думал, скажем, На уровне нейронов это целая сеть, это не один нейрон решает, это целая сеть. И они фиксируют начало какого-то формирования этой сети. Но феноменально, сознание у нас фиксирует только конец, только результат. То есть это у нас задействована большая какая-то сеть, в которой можно зафиксировать активность задолго, потому что если той активности не будет... В большей сети это и есть сознание, оно как-то же расположено мозгу, распределено. Очень некорректно использовать два термина для двух обозначений, двух надежных решений. Потому что вы все время подсознанием понимаете картинку, а Булат все время подсознанием понимает пространство. Нет, 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 нет. Булат называет сознанием нейронные сети. Нет, я имею в виду, что сознание, которое ваша карпетка, она как-то распределена внутри. В виде материального носителя, который называется мозгом. Да, точно так же, возвращаясь вот сюда. Жизнь, жизнь реализована на химических процессах. Но мы не можем сказать, что вот в этих... Делать в том, что отсюда нельзя делать вывод о том, что какой-то нейрон раньше стартовал, чем стартовал я, нельзя делать вывод на самом деле о том, что за меня принял решение кто-то другого. Потому что кто-то там раньше затратил, это и было мое сознание. Это и было мое решение. Это было мое решение. Мы уже знаем, потому что это разные уровни. Нет, 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 нет. Давайте... Мы потеряли носителей нейронные, есть уровни. Булат, давайте тогда придумаем другое слово. То есть у нас есть два понятия. Одним понятием мы называем то, что теряем, когда наступают по голове, то, что мы теряем, когда мы засыпаем, то, что мы видим в том, что мы действуем, это вот одно понятие, давайте назовем это как. И второе, это психофизическая система мозга, включая нейронные сети, это высшая нервная система, высшая нервная деятельность. Это два разных понятия. У меня просто как бы есть другое. У меня есть то, что называется внимание, которого с учетом вообще нет. Почему? Вот сознание, это из двух частей. Одно это как бы активная часть внимания, вторая часть пассивно в любой момент может стать активной. То есть есть некое пространство, в котором активность как бы разворачивается. Я могу ее развернуть по заданному заданию в одном направлении, в другом направлении в третий. Блад, Блад, я не могу. Луна-этик произвольно поснуться. Да неважно про луна-этик. Блад, Блад, давайте забудем про внимание. А вот я не... Да, я объясню, я объясню. Потому что внимание это элемент сознания. Нет, внимание ты... Ваше сознание есть активное и пассивное, понимаете? Да. Так вот мы сейчас говорим о сознании, не разделяя внимание на невнимание. То есть я могу... То есть мы говорим о том сознании. Я могу сидеть в медитации созерцательном, не концентрируя внимание, и могу жестко подсчитывать. Вы не понимаете, когда вы в медитации, вы... Вы просто... Вы что, вот эти объекты медитации, мысли, смыслы, вы их выносите за пределы вот этой картинки? Я никуда не выношу, я все... Они же лежат рядом, вот есть компьютер, вот мысль. Стоп, 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 при чем здесь? Так потому что об этом речь. Они рядом все, и мы переносим внимание с конкретного ноутбука на идею сознания и так далее. Понятно, понятно. Но это все уже вторичный вопрос. Второй вопрос. Так нет, внимание-то вот так и происходит. Да понятно, при чем снимание? Вы говорите, что медитируя, мы потеряли внимание. Мы как раз его сосредоточили на предмете медитации. Смысл, смысл. Есть медитация на чем-то конкретно, а есть медитация на отсутствие мысли. И тогда это... То есть мысль в сознании мысли, что при чем здесь? Да без разницы. Это при чем здесь? Это отсутствие чего угодно. Ну, была... Я... Понятие, вот это ничто, да, это тоже определенное место в сознании. Да понятно, понятно. Просто происходит в другое состояние сознания. Ну, скажем так, здесь и сейчас всегда есть сознание, и на ком-то элементе сознания у меня есть внимание. Но это не меняет ничего в нашем разговоре по поводу мозга. Мозг это не элемент. В мозгу нет вливания. В мозг это вообще другой уровень. Вот. Материальный. Да, почему все это? Но вы-то вы делаете, что в мозгу щекнуло раньше, чем как бы... Так вот нельзя такого вывода делать. Почему? Ну, как с автомобилем. Ну, по времени события-то есть, мы сравниваем. Ну, и что? Двигатели-пошли быстрее двинулись, чем я рулем. Извините, смотрите, но ток здесь, он же течет не со скоростью света. Он вообще как бы тоже течет с достаточно маленькой скоростью. Да, да, очень медленно. Очень медленно. Вот мы говорим... Ну и что теперь, мы из-за этой задержки тоже что-то будем тут обсуждать? Да, конечно, и ты кушаешь, кушает твой организм. Ну, я не знаю, ребят. То есть... Я принял решение, а рука моя дотянулась позже. Понимаете? Потому что электроны шли. Что теперь? Наполеон сказал, что он приедет вперед, и потом он сообщил об этом лошади. И лошадь решила... Ну, конечно, именно так и был. Именно так и был. И все. Игорь, ты встаешь, и там, ну, вот, в свою команду тебе спрыгнут с этого... С этого бакмона. И бедешь, и бедешь. А что происходит? Ты бежишь так. Только почему-то я не вижу, что вот так я лежу распластно лежит, да? Так не происходит. Ну, так не происходит, потому что у вас умный у тебя... Потому что лошадь, да, наполеона дорога. Потому что лошадь, наполеона дорога. Ну, че? Понимаешь, у меня это так все происходит. Потому что мозг тебе давно говорит, прыгни туда. Понимаешь? А ты как бы все-таки, как субъект, не прыгаешь. Вот о чем хочет сказать булав. Потому что исходя из мозга уже давно пора. Покончить с собой. Ты принесешь благочеловечески. Понятно. Че такое? Чертик там, что ли? Да, да, да. Вот. Ну, на самом деле, на согласии с Александром, что здесь есть проблема, ее надо как-то там решать. Ее надо же убрать. Так же ее надо обсуждать, решать и так далее. Это не такая вещь, которую можно так вот сразу решить. Нет, ну, по плану, нужно терминологически все-таки строже подходить. Нет, дело не в этом. У вас понимание сознания свое. Я как бы... Да нет. Своя другая конструкция. Нет. Вопрос не идет о понимании. Вопрос о терминологической точности. Но еще раз говорю, что... Терминологически точно состоит от моделей. Нет, прохотология, не будет просто различий, которые вы приводите. Просто не будет. Нет, бывает, да, действительно, что нету. Но в данном случае, когда мы обсуждаем данные, как бы, физически поступающие в тело и в мозг, и формирование нейронов, это одно, а сознание это другое. Некоторые... Вот это все называют сознанием. Нет, вот смотрите, хороший пример автоматизма. Вот, например, какой-то... Вот вы хотите чего-то, какому-то навыку научиться. Допустим, там, это... Водить на машине. Там, вначале вы как бы все, за всем следите, как руль, крутите, гриб, 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 гриб. Понятно, понятно. У вас сознание... И вы действительно запаздываете все время. В сознании у вас... Все в сознании есть. Каждое движение. А потом без сознания. Без сознания. Так вот, я и могу или нет? Так это и означает, на самом деле, что сознание разделено на активную и пассивную часть. И с активной части он передает в пассивную часть. Психика. Смотрите, с другой стороны, а происходит что-то, какое-то нарушение, что-то вы сели за рули, чувствуете, что-то не так. И вы опять начинаете следить за всеми. Булат, 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 я понял, все правильно, все правильно. Только я предлагаю терминологию другую. То есть, есть вот часть сознания, это то, что активно, сознание. Оно в сознании. Если мне столько, то я говорю тебе. А есть часть, автоматическая, это психика действует, автоматически. Нет. Вне сознания. В какой момент сознание может вернуться? Она может вернуться, она будет в сознании. А когда вне сознания, это не сознание. Это есть внимание. Смотрите, я могу концентрироваться внимание на том, что я знаю, как пояснить. Только в сознании. Весь сознания, я тебе внимание. Я знаю, как пояснить. Вот есть бессознательное, куда я никак не могу проникнуть. Вот конкретно никогда не могу. Вот, например, эти процессы там вживательные. А есть, которые я могу в любой момент перейти. И вот эта вот область, где все-таки я могу своим сознанием переходить в любой момент, и называется сознанием, а то, куда я уже не могу перейти, и сознание. Ну, это разница термологическая. Или другими словами, да, то, что то, куда я могу в любой момент перейти, это фон, да, вот как я назвал, да. А то, чего вообще... Я предлагал, значит, терминологию, помните, поговорили? Причем в качестве фона поступают и воспоминания, и ожидания. Я предлагал, что действительность, понятие действительности, это все, что может быть дано в сознании. Когда-то было в сознании, может быть дано в сознании. Это действительность. Это наша действительность. Вот стена присутствует в моей действительности, но не в сознании. Сейчас ее в сознании нет. Я перевернулся, вот, она в моем сознании. Но то, что... Но все-таки для строгости... А почему не сказать восприятие? А есть без сознания и сознания. Восприятие и сознание-то одно и то же. Ну, нет. Создание состоит из восприятия. Но даже сознание, вот, допустим, с моей точки зрения, как всегда философский принос сознания это пространство соотнесенность вот так мы понимаем это где куча всего восприятия не понимаете это вообще проста что-то пространство знаний в объективной философии в объективными идеализме да это может быть как бы то пространство которое позволяет вам иметь восприятие чего-то вам как субъекту соотнесет к этому и мне как другому субъекту соотнести с другими объектами потому что мы не говорите нет я вот это что сознание сугубо индивидуально и нельзя влезть в чужое это пространство где вообще возможно такая вещь как соотнесенность вот мы как бы помещены в это пространство нельзя конечно нельзя еще раз другая антология вот надо сделать мир вот не просто такой как мир объекта надо было богу сделать а как мир соотнесенности но он создал такой мир и поэтому каждый из нас может не просто быть объектом автомата а может соотнести с чем-то только благодаря тому что мы находимся в этом пространстве соотнесенности это называется сознанием оно общее для всех понимаете это вопрос и при этом сознание не имеет никакого содержания оно пустое это чистое соотнесенности вот тут все то есть это терминологический спор то есть это разные терминологии просто вот и все разные терминологии то есть мне удобнее мы находимся мы находимся но тогда мы как бы это было не важно потому что вы отличались бессознательно что куда никуда никак прониклить я же бессознатель как бы просто миром объекта но дело то что мы можем извлечь что-то но то есть то что было создано и ну да допустим не бессознательно все равно то есть а если наоборот только в сознании тогда сознание является залогом существования его условия условием мир возможности и тогда понятно почему бог потому что только в этом пространстве может понятно почему у нас есть сознание как осколки этого самого большого сознания и тогда понятно зачем он вообще может быть и тогда понятно почему существование всего остального ну просто понятие но вы же говорите сознание у нас сразу срабатывает я сразу предупредил что сознанием я называю именно ту картинку которая нам дана физиологическое приятие восприятие 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 особой терминологии набор восприятия это дело в том что в чем проблема когда начинается аналитическая философия вот американское сознание да они обсуждают не очень часто сбиваются они сбиваются в этой терминологии на самом деле можно было говорить картина восприятия да то есть вот как бы картина это как бы как что-то картина здесь здесь единственное что восприятие сложнее нужно говорить о мыслях и эмоциях и все чего угодно все что я воспринимаю вот но по бытовому то есть я потерял сознание не дано в сознании если отличить то что вообще скажем так если мы сформулируем трудную проблему сознания то она о чем а этой картинке зачем она нам дана или о наличии этой картинки в сознании я в прошлый раз и говорил что вам проблему ставят чужие люди вы пытаетесь и их проблем уничтожить с моей точки зрения обсуждали что проблема вот эта глобальная проблему сознания сайтом почему как бы что-то соотносится с чем-то почему как бы есть не мир объекта а есть вот как вот это все потому что потому что дальше уже как бы вот этим соотнесен в качестве вот этого как бы противопостоящего возникает картинка там про картина восприятия это не важно что там возникнет уже предмет один да вот дальше как бы глупо спрашивать там почему там возникло одно а не другое и теперь то вот вот мы сейчас обсуждали вот можно на этом уровне обсуждать то что мы сейчас обсуждали нет конечно можно нет это другая тема и нужно по-другому обсуждать другой те они в этом все так это ведь и надо сделать в конце концов можно поднять вот это все понимаете все-таки по отдельности здесь мы а здесь четко в принципе даже экспериментально проверяемая ситуация насколько входные данные здесь три уровня у нас есть уровень входных данных и взаимодействия нейронов чисто ну не физика такой материальный уровень такой который можно потыкать щупами там замерить замерить был звук какой-то есть вот есть второй уровень это психика то есть как мы действуем это и что изучает психология и фактически это значит что он обошел да вот это да да это вот он обошел это бихверисты все реакцию регистрируем это психопсихология из как человек да не зависим еще у него на голове и 3 уровень это сознание вот эта картинка на которой все это для каждого из нас есть и вот взаимосвязь между всеми этими тремя уровнями она особенно между в первым и вторым она прицепиментальными просто не философски да вот другой как бы альтернативный термин актуальность мне кажется хорошую я потерял актуальность это моя актуальность ну да потому что все как бы но в том-то и дело то что присутствует вот то что присутствует дано здесь и сейчас актуальность не только зрительно но и как бы но и слуховой и мысли актуальный набор объект то есть я называю сознанием используйте актуальный набор объектов которые я различил здесь и при этом из них есть еще помимо объектов в пространстве извлеченные есть и объекты развлеченные в памяти мысли эмоции текущий но единственно что в отличие пространстве много множество объектов различить но в конкретный момент времени могу только один момент не так либо одну мысль либо одну эмоцию либо одну ну еще эмоцию смысле можно совместить но мысли две не может быть двоение мысли называется одновременно ну в принципе да больше двух уже поможет что в один момент времени но может быть не в один не так не был 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 а дискуссия сколько через больше человек одновременно вести два каких-то потока то есть я практиковал в институтские времена двойной счет то есть я вот иду по улице считаю скажем деревья и окна вот два 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 счета но при этом это все равно нет я конкретный момент считаю только один что понятие конкретный момент ну вот это есть момент я не могу зафиксировать две мысли зафиксировать они уже в разных моментах вот фиксация может быть я вот вижу сразу несколько предметов разрешили но отдача отчет а мысли вставать можно может быть только если там как-то там очень точный замерять но как бы просто но все равно ощущается это как одновременно но нет ну это субъективно как одновременно сегодня я думал о трех вещах или вчера один раз подумал